Добрый вечер! Сегодня у нас лекция «Психология в походе» и читаю её я. Я, который не психолог, не специалист, и вообще читаю такой декст в первый раз. Мне не то, чтобы не нравилось то, что читает нас на эту тему, но просто я бы как руководитель, вот я это воспринимал, я бы хотел услышать кое-что другое. А вы, в общем, знаете, как у нас в глобусе заведено. Типа, что-то не нравится, но сделай лучше тогда сам. Ну и вот я здесь. Короче, вначале я вам расскажу, ну ладно, я думал ещё просто, делать ли это вступление или нет, проконцептировался вроде с психологами, и они сказали, что я никакой ереси особенно не говорю. Поэтому, ну в общем, я вам расскажу, это интересно. Но оно такое трудное для восприятия, и моего умения как лектора, наверное, не хватит, чтобы рассказать это совсем правильно. Ну короче, в начале 20 века появилось много необычных теорий, много теорий новых, и которые были непривычны для восприятия именно на тот момент. Ну вообще, по правде говоря, они непривычны для восприятия и на сегодняшний день для многих. Вот, но тогда это было вообще новое. То есть, что это конкретно? С одной стороны появился психоанализ Фрейда, индивидуальная психология Адлера, там теория архетипов Юнга, ну то есть, все психологические теории, их появилось там довольно много течений, ну не сразу. С другой стороны, появились совсем другого рода тоже теории, такие как квантовая механика и специальные там теории относительности, общие теории относительности. Вот, и эти все теории, все это, то, что появилось, они увлекали, ими увлекалось очень много людей, и теми другими. Вот, и в 1920 году в Венском университете учился математик, которого сейчас никто не знает как математика, а знает как философа, Карл Поппер. Может, вы слышали? Если слышали, вы поймете, что я хочу рассказать. Если нет, то... Вот, он учился, у него тоже было много друзей, которые всем этим увлекались. Вот, но его беспокоил один такой вопрос, вот он чувствовал, что между этими вот группами теорий, которые появились, есть какая-то фундаментальная разница. И он задался вопросом, он задался целью именно отыскать этот разграничивающий признак, то есть понять, чем они отличаются и в чем это конкретно. Вот. Вначале он подумал, ну, может, разница в том, пользуются ли они фактическим материалом или еще чем-то, но и те, и другие теории пользовались, в общем-то, этим. Дело было и не в наличии матаппарата в теории или отсутствии такого. Хотя есть такой прикол, что в психологии, типа, самое известное число, самые известные численные результаты исследования это семь, типа, количество объектов, которые средний человек может одновременно удерживать в памяти. Ну, реально там, по-моему, статья даже называлась семь плюс минус два, но семь. Вот. Наводкой послужило для него то, что все психологические теории, которые были на тот момент, но это, в общем, справедливо и сейчас, они обладали очень большой объяснительной силой. Короче, все психологические теории обладали огромной объяснительной силой. То есть человек, который ими увлекался, он прямо попадал под их влияние, он видел подтверждение этой теории во всем, что происходило. То есть любое поведение человека вписывалось в любую, это было подозрительно, в любую из теорий. И нельзя было даже мысленно придумывать, как человек должен себя вести, чтобы не вписаться в эту теорию. Ну, то есть теории другой группы, они отличались тем, что они давали очень точные, если можно так сказать, даже рискованные предсказания. Например, ну, например, если бы там явление, например, какого-нибудь вынужденного излучения не подтвердилось бы на практике, то есть то явление, на основе которого работают все лазеры, то это бы обозначало, что квантовая механика неверна. Ну, либо требует какого-то очень глубокого пересмотра, что почти одно и то же. Ну, или там мой любимый пример, который я на всех лекциях привожу. Мой любимый пример, что если бы оказалось, если бы оказалось, что время на поверхности Земли и там на орбите идет одно и то одинаково, и GPS, которые используют, которые ориентируются на этот эффект, рассчитывали бы координаты, там, не с погрешностью 3 метра, а с погрешностью 2 километра, то это бы обозначало, что общая теория относительности тоже неверна. Вот это вот навело Попера на мысль, и он сформулировал вот этот вот разграничивающий признак, который он назвал разделением научных теорий и ненаучных, либо псевдонаучных. Только та теория является научной, которая допускает свое опровержение на практике. То есть, если возможно придумать такой эксперимент, результат которого опровергает саму теорию, то она является научной. Иначе нет. Благодаря такому разделению появилось два лагеря, в один из которых попала астрология, френология, ну то есть там определение качеств человека по форме его черепа, хиромантия, то есть гадание по линиям руки и так далее. В другой попали физика, математика, химия, биология, ну и так далее. Как вы понимаете, психология попала в первый лагерь, примерно где-то между астрологией и гомеопатией. Вот она где-то там находится. Вот. И это в принципе справедливо не только для тех психологических теорий, которые были там в начале 20 века, а это справедливо и для всех теорий, которые выросли из этого за последние 100 лет. Ну, конечно, я мог что-то просмотреть, я мог ошибаться, я, конечно, на это потратил много времени, чтобы это все просмотреть, но мне кажется, это именно так. Что это дает применительно к нам вообще? Ну, зачем, почему нам это важно? Почему теория вообще должна быть научной и какое для нас это имеет значение? Дело в том, что если переформулировать этот же критерий на практике, то только научная теория дает возможность определить, какие действия нужно совершить для получения конкретных результатов. То есть то, что нам именно и нужно. то есть психологические теории, вот они отвечают, они могут все объяснить, но ни одна из них не дает ответа на вопрос, типа, что мне сделать, чтобы получить вот это, чтобы было вот так вот. Вот. И, ну, таким образом, нет никакой, не существует пока что никаких теорий, ну, кроме там последних каких-то, может, веяний, типа, когнитивной нейробиологии, которая, я не знаю, психологии или вообще, типа такого, которая уже там, вот, не существует теорий, которые могут достоверно предсказать поведение и психику человека. И, в принципе, там, в 60-х годах, тоже 20-го века, появилось доказательство в неожиданном месте, доказательство того, что таких теорий, в принципе, быть не может. Оно появилось в той, в неожиданной области. Эдвард Лоренц в 61-м году работал над метеорологическими моделями. Вот. И для того, чтобы моделировать атмосферную конвекцию, он численно решал простую систему уравнений дифференциальных. Вот. И все было хорошо, когда, пока он в какой-то момент не заметил, ему надо было пересчитать те же самые результаты. И он запустил расчеты повторно. И увидел, что через какое-то время результаты он получил совершенно другие. Вот. Он заинтересовался этим и понял, что совершенно незначительные изменения в начальных условиях дают огромные отличия в исходном, в результирующем решении долгосрочном. Вот. Он этим всем заинтересовался, начал смотреть, что же это такое. И в 67-м году появилась его работа, название которой вы, скорее всего, знаете, хоть и не интересовались этим. Вернее, эффект этот получил название по названию его работы. Это эффект бабочки. То есть работа у него называлась как-то вроде «Могут ли взмах бабочки, крылья бабочки над Тихим океаном вызвать торнадо где-то там в Техасе?» Вот. И он понял, что таких систем очень много. И они могут быть очень простыми. Единственное, что должно быть для того, чтобы система демонстрировала такое хаотическое поведение, вот то есть детерминистический хаос. То есть она сама может быть очень простой. И причинно-следственные связи в ней могут быть очень простыми. Но достаточно того, чтобы в системе протекали короткие процессы. Результат каждого из процессов определял стартовые условия для следующего. и тогда систему нельзя долгосрочно предсказывать. Нельзя моделировать ее. В любом случае это невозможно будет. То есть а человеческая психика даже если взять именно рациональное представление, самое примитивное представление человеческой психики, то есть сказать, что вот наше поведение и наша психика, она полностью определяется тем, что мы осознаем интроспективно, то есть мыслями, эмоциями, желаниями. Даже в этом случае психика является демонстрирует хаотическое поведение, так как результат каждой мысли предыдущей задает стартовые условия для следующей. То есть то, что мы подумаем в следующую секунду зависит от того, что мы думали секунду назад. И поэтому поведение человека тоже непрогнозируемо никак. Конечно, если есть какие-то доминанты, то можно делать какие-то оценки. Ну то есть можно сказать, что например, ну если применительно к погоде, то зимой в северном полушарии будет холоднее, чем летом, например. Или там если применительно к поведению, там утром вы скорее всего пойдете на работу. Скорее всего. Но это такие прогнозы не выходят за рамки нашего интуитивного понимания. В общем, что из этого можно, какие выводы сделать? Что, вот психология вся эта фигня, там психология шарлатаны. Ну то есть я бы так не сказал. Я бы сказал, что более адекватное сравнение психологии это с медициной. Вот ее можно сравнить с медициной, но не с современной, а вот времен Аристотеля где-то или там средних веков. То есть когда людей лечили кровопусканиями или там пиявками, искали тиреак, ну то есть когда еще вообще не понимали, что делать. Просто она в зачаточном состоянии. и для нас это значит, что никакая психология, никакие теории, они нам не помогут. То есть нет никаких безотказных рецептов. А в принципе, если вы пользуетесь какой-то из этих теорий, ну то есть социология, еще чем-то, то это возможно даже хуже, потому что у вас есть иллюзия того, что вы что-то контролируете. Поэтому то, что нам остается, это пользоваться какими-то нашими наблюдениями, какими-то подмеченными простыми закономерностями. И то, что я вам расскажу, в принципе, оно тоже не основывается ни на какой теории, ни на чем оно не основывается. Это просто лично мое. Ну а вы можете просто слушать это и воспринимать или не воспринимать. То есть это такое. Так, теперь переходим к более... У нас лекция группы B, то есть это психология для руководителей. скажем так, для начинающих руководителей. И первый вопрос, который мы рассмотрим, это зачем нужен руководитель в походе? То есть, ну понятно, когда там это кто-то там с опытом шестерки на Памире ведет каких-то людей там в Крым. Ну понятно, это передача опыта. Понятно. А если все там равноопытные, можно ходить без руководителя? Можно ли? Ну вообще можно. Вообще такое бывает. И бывает даже успешно, но в некоторых случаях. Это бывает в альп-мероприятиях. То есть, когда двое равноопытных договариваются, причем, то есть, это может быть очень сложное мероприятие вообще-то. Двое равноопытных договариваются между собой, они явным образом не определяют между собой там клана у кого-то, руководителя, потому что они считают, что уж между собой то они всегда договорятся. и идут. И в принципе это всегда прокатывает. Ну почти всегда это нормально прокатывает. Если группа больше, то есть уже применительно к нам. применительно к нам. Если группа больше, то возникают некоторые проблемы. Во-первых, во-первых, если нет руководителя, то каждый начинает думать, что кто-то продумает что-то за него. То есть, кто-то продумает решение этого вопроса, кто-то продумает пути отхода, продумает, что делать в аварийных ситуациях. Никто не берется за продумывание каких-то неинтересных задач или по каким-то причинам. Это называется диффузия ответственности, когда нет руководителя. Потом, вообще, просто если нет руководителя, то ходить в сложных походах бывает опасно по этой причине, а в простых это просто неудобно. Особенно, если в группе существует, если есть в группе два или более человека, которые привыкли считать себя всем правыми. Это вообще капец. Бывает, что в таких ситуациях руководитель появляется стихийно. То есть, обычно, чаще всего, это человек с наиболее выраженными качествами лидера, что не всегда коррелирует с опытностью. Либо это просто кто-то на себя просто берет эту роль, потому что нужно. Резюмируя все это, руководитель нужен для того, чтобы принимать решения. То есть, причем, он это должен делать за себя, за всех остальных и делать это постоянно. И вот это самое большое отличие участия от руководства, в котором сталкиваются новички, и оно реально вначале может быть некомфортно. Потому что это действительно основная функция руководителя. То есть, он не должен быть самым умным, не должен быть самым сильным, самым смелым, ну, и он даже самым опытным быть не должен. Но вот в вопросе принятия адекватных решений на основе имеющейся информации он должен быть лучших всех. Вот, хорошо. Руководитель должен принимать решения. Ну, какие именно решения? То есть, какие решения должен принимать хороший руководитель? У них есть Есть некоторые признаки. Во-первых, все решения, ну это понятно, все решения должны быть рациональными. То есть они должны основываться максимально на холодной оценке ситуации и они не должны быть, ну как можно более, не должны быть подвержены тем, что психолог бы назвал когнитивными искажениями. То есть они не должны быть подвержены смещением оценки, под влиянием эмоций, под влиянием своих предрассудков и других тараканов. Кроме очевидных плюсов от этого, что вы достигаете в намеченных целях максимально эффективно и безопасно, есть еще такой бесплатный бонус в том, что вам больше доверяют, потому что понятен ход ваших мыслей, он ясен. Во-вторых, решения должны быть гибкими. Ну не то, что решения гибкими, а просто на маршруте нельзя переть по маршруту, как трамвай по рельсам. То есть ситуация реально в походе всегда отличается от того, что планировалось. Причем с ростом вашего опыта как руководителя это не проходит, потому что сложность походов тоже повышается. Ну и конечно всякие там банальные вещи типа погода влияет, состояние группы влияет, ваше состояние влияет, то, что вы не знали влияет, ну вот такое вот. Но нельзя при этом постоянно менять решение, то есть нельзя крутиться как флюзер. Точнее будет сказать, что решение поменять решение тоже требует такого же обоснования, как и все остальные. Вот. И третье, самое такое, что касается принятия решений, это то, что в потенциально опасной ситуации нужно действовать наверняка. То есть это как-то сложно формализовать, но типа если вы принимаете решение именно в этой потенциально опасной ситуации, то надо выбирать тот вариант, в отношении которого у вас есть наибольшая уверенность в возможности его безопасной реализации. Ну, например, ну, например, ну, наверное, да, он надуманный и нелогичный, потому что, ну, например, вы вылезли почему-то вечером на седловину перевала, почему-то, я не знаю. Вот, ночевать, предположим, тут нельзя, вам нужно спускаться. Есть простой кулуар, там, три или четыре веревки, вы там на ровном снегу, но он камнеопасен, в общем-то, может кого-то приступить к камням. Ну, вероятность этого небольшая. И можно, в принципе, пройти траверсом час где-то по гребне, где-то спуститься, ну, предположим, по какому-то идеальному чистому снежнику. Здесь решение наверняка это второй вариант, хоть он и длиннее, он и тяжелее и все такое. Вот, и касательно вообще всего этого, я хочу сказать, что руководитель полностью отвечает за все, что происходит в походе. То есть это может как-то звучать пугающе, да, для тех, кто начинает, но на самом деле это, это именно то из-за, одно из самых приятных моментов руководства. То есть это же можно переформулировать по-другому. Только руководитель имеет возможность повлиять на любой успех похода. То есть, например, предположим, вы участник, опытный, опытнее руководителя. Вы видите, что план, предложенный руководителем, или там опасный, или там неоптимальный, или еще какой-то плохой. Что вы можете сделать? Ну, вы можете ему сказать, если руководитель. Если он вас послушает, ок, не послушает. Что вы можете сделать? Ну, можно, конечно, какое-то обсуждение поднять, там, скандал, но это не всегда приводит к ожидаемым результатам. То есть, как участник вы мало что можете сделать. Как руководитель, с другой стороны, кто бы не сделал ошибку, вы можете ее, ну, ну, или как-то предотвратить, или убрать последствия. То есть вопрос вашей наблюдательности, вашей внимательности и вашей компетентности. Вот. Ну, и, то есть, для меня это именно вот то, почему я люблю ходить руководителем. Именно вот этот фактор. То есть, он вам тоже понравится, если не понравится, вам не понравится руководить. Ну, и, конечно, кстати, там, бонусы, типа, решайте, куда идти, когда идти, ну, это такое. Так. Что у нас там дальше? А. Какие бывают вообще руководители? То есть, условно, руководителей можно разделить, ну, то есть, по-разному, конечно же. Но я их разделю на молодняк и на опытных. И молодняк, это пусть будет, ну, не пусть, это те, у которых нет опыта руководства тройкой, а опытные, у которых уже есть опыт руководства четверкой. Ну, кто знает, почему именно такое разделение? Такое разделение для того, чтобы я попал в опытные. Но на самом деле, где-то реально так и есть. Ну, плюс-минус. Чем, ну, молодые руководители, чем они характерны? Ну, во-первых, ну, конечно, у них нет опыта. То есть, первые, они не опытные. Первые походы для них, это шоковая терапия. Учитывая то, что они идут не одни, а с участниками, это терапия групповая. И участники, это невольные жертвы. Ну, это надо понимать. И у таких руководителей, особенно в начале, нет опыта еще в таких, ну, автоматических мелочах. Типа, нету готового ответа на самые простые вопросы. Типа, пройти еще или стать дальше, или еще что-то вот такое. Вот ставить лагерь тут или там. Нет опыта делегирования вот каких-то простых поручений, которые выполняются на автомате более опытных. Типа, ты, ты собирай дрова, я с тобой там чиню горелку параллельно. Потом они могут, и часто такое происходит, как я видел, они могут бояться, что они не соответствуют какому-то образу, а должны вроде бы как. Но они думают, то есть они недостаточно активны, недостаточно компанейские, недостаточно душа компании. Либо наоборот, они могут быть самоуверенными, и они могут идти наперекор даже советам, даже разумным советам участников, идти наперекор в разрез со здравым смыслом. Вот, это все детские болезни, то есть это, в общем, проходит. Не все, да, но проходит. Если не одно «но», не всякий молодой руководитель станет опытным. То есть вообще это не всем подходит. Бывает такое, что вот человек понимает, что это не его, и он вот отмучивается два года, ну, год-два, и растворяется. И потом группе, ну, команде, которая у него была, которая с ним ходила, ей приходится там искать, кому прибиться. Это типа иск, ну, а потом никуда не деться. Вот. Это то, что касается молодых, опытные. Они много знают, еще больше умеют, но уже намного меньше хотят. То есть он сто раз видел этот зимний Крым, он его уже практически видел в гробу в белых тапочках, а теперь опять когда-то туда, кого-то туда везти. То есть ему уже не интересно то, что интересно его более там молодым участникам. Потом они, конечно, могут быть опытными, но опыт может быть уже, ну, как бы не о том. То есть он может быть получен вообще в других исторических реалиях и уже как бы утратить актуальность. То есть все, ну, многие слышали такие рассказы о дедах, которые там на леднике командовали снять цинковую мазь с лица, еще какие-то. Я не буду рассказывать эти веселые истории. Но такое бывает. Даже если опыт адекватен у этого человека, может быть такое, что он просто уже ничему не хочет учиться. То есть обучение остановилось. Ну, грубо говоря, прусик вяжем над шайбой и все, и нечего рассуждать. Ну, так вот бывает. Потом, может быть, опять-таки с опытными, если это у него первая новичковая группа за длительное время, то он просто может забыть о том, что некоторые навыки базовые или те, которые он считает базовыми, нужно тоже вырабатывать. Он просто или не знает, или вообще не хочет об этом думать, о том, что надо строить систему подготовки, тренировок, каких-то еще что-то такое. Вот, и это тоже вылазит потом боком. Так, это насчет, да, руководителей. Насчет участников. Вот вы как руководитель, у вас много вопросов возникает с участниками. То есть как строить с ними общение? Как понять, подходит этот человек вашу группу, не подходит ли он вам, там, сработаетесь ли вы, будет ли вам хорошо? Ну, во-первых, конечно, составьте мнение об участнике, как о человеке. Все это умеют, да? Ну, или думают, что умеют, правильно? Время покажет. Но есть несколько методов, которыми вы можете воспользоваться именно как руководитель. Ну, первый простой, то есть метод Петра Первого. То есть его упоминал еще Петр Первый в своем указе о том, типа, пусть говорят, чтобы дурь каждого была видна. То есть нужно строить общение с участником, причем таким образом, чтобы ему приходилось высказывать собственные умозаключения, собственные мнения по вопросам различным. Причем, в общем, почти не важно, ну, не совсем абстрактным, но почти не важно по каким. Это очень хорошо позволяет составить общую картину. Потом второе. Ладно. Второе. Не доверяйте образу человека, который он поддерживает в комфортных для себя условиях. Все носят маски по разным причинам. Но, если ситуация тяжелая, если опасная, напряженная, ну, или просто некомфортная, то желание и силы поддерживать эту маску может пропасть. И вы увидите, ну, вы можете неприятно удивиться. Что делать? Особенно если, ну, в процессе подготовки острых ситуаций не предвидится. Ну, я не знаю, как это советовать, но создайте их. То есть, я видел, что все опытные руководители это делают. Никто не говорит об этом открыто. Возможно, кто-то делает это неосознанно. Но кто-то, например, орет на тренировках, кто-то загоняет группу в балогу, кто-то еще как-то создает это давление. Ну, тут надо понимать, что это очень сложный инструмент. Он очень эффективный, но очень сложный. Тут 90% это импровизация. И, конечно, надо понимать, что это нужно делать обязательно в контролируемой обстановке. То есть, горы это не место для таких вещей вообще. Это, грубо говоря, в Киеве должно быть. Ну, или плюс-минус. Ну, если брать аналогию, то скальпель это тоже инструмент, но только умение отличает мясника от хирурга. Ну, и тут точно так же. Хорошо еще, когда при этом у вас есть ядро группы, которая понимает, что и зачем делается. Вот это тоже очень классно. Потом, еще что касается участников, это надо смотреть, чтобы мотивация этого участника была совместима с целями похода. Это отдельная тема, мы поговорим. И еще одно, как бы интегральной оценкой приемлемости участника для группы являются те напряжения, которые появляются в группе с его приходом. Причем тут важна внимательность, потому что, если кто-то кому-то не нравится, то вначале все это обычно скрывают. Ну, то есть пытаются как-то. Но при сноровке все заметно для вас должно быть. В общем, в итоге, после всего этого вы получаете картину человека. И тут нужно смотреть в лицо выводов. Ну, то есть смотреть в лицо тому, что вы поняли, и делать выводы, и принимать какие-то действия. То есть даже если это будет непопулярное решение. Потому что назревшую в походе психологическую проблему лечить, ну, полностью вылечить не удастся. Ее можно только там как-то хранично купировать. У этом есть некоторое сходство походной медицины, походной психологии. Но надо помнить, что руководители имеют максимальное влияние на группу во всех вопросах, даже напрямую не касающиеся похода. То есть одобрение или неодобрение, или проявление каких-то участников задает общий психологический климат в группе. То есть степень этого влияния зависит от внимательности, наблюдательности руководителя и его мастерства, как бы. А как бы результат зависит именно от его личностных качеств, то есть качества руководителя. То есть от той планки, которую он установит. Такой вопрос, который бы я, в принципе, отдельно не поднимал, но он какой-то больной для некоторых групп. Что делать, если при подготовке похода кто-то не делает чего-то, что ему поручено? То есть, грубо говоря, пинать ли участников? Ну, то есть под пинком, я тут уточню, под пинком я понимаю негативную мотивацию, чувство вины, долга, какой-то другой психологический прессинг. А не, конечно же, делегирование обязательств и проверку выполнения, конечно, нет. То есть лично для себя я отвечаю, что нет, ни в коем случае, я такого никогда не делаю. Ну, то есть, насколько я это понимаю. И я считаю, что это контрпродуктивно. Если смотреть именно по отношению к той группе, с которой вам ходить и ходить, ну или там коллективу. Почему? Вы, конечно, можете взять, продавить человека. Ну, вы авторитетный руководитель можете. Он сделает то, что надо. То есть, особенно, если это вещь из разряда «взял и сделал». Если это какая-то обязанность, он тоже может под давлением взять на себя ее, но выполнять, если он ее не хочет выполнять, он будет нацепись. Вы, в итоге, получаете решение локального вопроса в обмен на далеко идущие негативные последствия. Какие? Во-первых, таким образом полностью уничтожается инициатива. Ну, не полностью, но очень сильно. То есть, все эти конструктивные активности участников, они направляются из этого русла конструктивного в русло... Ну, то есть, все задачи, они начинают восприниматься участниками не как препятствия на пути к общему делу, на достижение походных целей, а как какие-то наказания, которые распределяются руководителем произвольно. И поэтому участники уже начинают искать, как бы съехать, как бы вот в этом направлении идет больше действия. Ну, и, конечно, да, ни о какой инициативе уже не может идти и речи. Вот. Что же, что делать? Ну, то есть, как этого всего избежать? Как по-другому, как я. Ну, помните, что вы, ваша группа, это просто сборище людей, которые в свое свободное время за свои деньги, по своему желанию, вот собрались и решили пойти в поход вас и просто решили, что вы будете руководителем, у вас не назначили свыше, это не армия. Ну, это помогает умерить пыл. Вот. Но эта же простая вещь действует в обе стороны. То есть, вам никто никому ничего не должен, и вы. Но и вы не должны тоже в этом плане ничего участникам. Ну, то есть, каждый должен понимать, на что влияет его, именно, работа в общем деле, что не получится, если он провалит свою часть подготовки. Вот. И именно ваша задача донести до него, чтобы он это явно понимал. И не надо тут обманывать, типа, если ты послушаешь, там, 100 грамм вместо 200, мы все умрем от головы. Ну, то есть, люди же не идиоты. То есть, вы же ходите, не с идиотами. То есть, надо именно конкретно, чтобы все понимали. И надо, чтобы они понимали, если они не сделают этого, то, ну, ничего, за них это никто не сделает, то похода просто не будет. Вы должны быть морально готовы к тому, что похода реально не будет. Ну, к такому исходу. Но, реально, до такого у меня никогда не доходило. Но, если группа настроена вот таким образом, то все начинают, во-первых, работать инициативно, а во-вторых, практически пропадает необходимость контролировать. То есть, ну, через какое-то время, вот так вот. Ну, это классно. А через пару лет вы обнаруживаете, что вы окружены людьми, на которых можете положиться, как на себя. И это вообще очень классно. Потом есть еще один метод. Ну, как бы я ходил в группе, в которой для участия в следующей категории нужно был опыт руководства. То есть, для участия в тройке там был нужен опыт НК, руководства НК горной. Ну, то есть, это там ПВДшка зимой Карпата, например, или что-то такое. Для участия в четверке опыт руководства уже единичка и так далее. Далее не дошло. Вот, что по этому поводу можно сказать? Это работает. Ну, то есть, участник с опытом руководства, он гораздо более осознанно подходит к подготовке, он вообще понимает больше, что и зачем делается, ну, и вообще это лучше. Ну, действительно, это помогает. И в походе, и при подготовке. Вот, с другой стороны, не все умеют, ну, не все вообще могут руководить. Не для всех это естественно. Если вы задаете такую планку, то есть, вам надо или заставить этого человека сделать что-то неестественное, ну, или просто отсеивать тех, которые не хотят руководить. То есть, вам придется отсеивать хороших людей, ну, и хороших участников. То есть, я, ну, лично я такого не делал, но такой метод есть, и он работает. Так. А, тема следующей мотивации. Ну, то, что мы там упоминали. В принципе, от всех туристов можно разделить тоже по-разному, но нам интересно такое разделение, как на спортсменов и пацифистов. Вот, второй термин, это термин от одного полковника от туризма, вот он так пренебрежительно их называл. Но, в общем, так как термин «прежел», то мы можем его использовать в определенных кругах. В общем, что, чем они отличаются, кто это такие? Формальное определение таково. Спортсмены – это те люди, которые достигают высоких формальных целей, то есть, там, закрыть первый разряд, зайти, там, на петле, не на зиму и так далее, пренебрегая при этом реальными ощущениями. Спацифистами все наоборот, то есть, им важнее процесс. Ну, там, поры вокруг общения и так далее. Конечно, ну, не конечно, но в общем определении может выглядеть обидным именно для спортсменов, потому что я ко второй категории принадлежу, я его придумал. Но оно очень точное, то есть, если подставить туда реальные ситуации, оно так, ну, оно всегда работает. Конечно, сто процентов, как бы, не бывает. Есть думышки того и другого, но, в принципе, вы можете просто определить, какой там категорию вы сейчас относитесь, в отношении данного, там, какого-то похода, например. Если вы, там, мысленный эксперимент, представите себе, что, например, в походы провалились, там, все походы, ну, именно технические цели, но, там, что-то, в общем, было нормально, либо вы, наоборот, представите, что, как бы, вы, там, не нашли общий язык с руководителем, грубо говоря, там, ссорились, вешали ему, там, на рюкзак под кову, было, в общем, не до, ну, как, не до гор вокруг, не до мира вокруг, ну, как-то так. Но, в итоге, вы прошли, в общем-то, неплохую, ну, скажем, шестерку. Вот. И, что, какие, как бы, у вас возникает, действительно, ну, что вам больше нравится, какие мысли возникают? То есть, если возникает мысль, типа, игра забывается, счет остается, вы спортсмен, то есть, вам важнее результат. Наоборот, вы поцепист. Ну, это тоже все относительно конкретных реалий, конкретных походов. Ну, то есть, оно все может меняться. Как это, зачем это все нам надо? Как это влияет? На что? Ну, во-первых, то есть, спортивную группу, если группа ориентирована на спортивные цели, люди подбираются, прежде всего, исходя из их спортивных качеств. То есть, редко бывает, чтобы вот классного спортсмена не взяли, потому что там он как-то не всем нравится. Ну, то есть, или как-то стараются притереться до последнего. И в итоге бывает, бывает, что получается группы, которые вот как бы молча работают над поставленной целью, а потом не общаются вне похода. Это, конечно, крайности, но такое бывает. С другой стороны, у спортсменов в среднем, ну, и вообще часто, гораздо лучше физическая и техническая подготовка. Почему? Потому что при подготовке к походу, вот если человек, он пацифист, он понимает, ну, то есть, подспудно он знает, может, не совсем осознанно, что, в принципе, если будет тяжело, то всегда можно же повернуть назад. Так зачем вот на тренировке так выкладываться? Вот. Ну, то есть, поэтому у спортсменов подготовка действительно лучше. С другой стороны, вернее, тоже с третьей стороны, группе, состоящей из пацифистов, преимущественно реально действительно проще повернуть назад. И это огромный плюс к безопасности. Что относительно компоновки? То есть, спортсмену, исходя из этого, лучше искать группу со спортивными целями. Вернее, из спортивных, ой, из спортсменов. Потому что даже если группа пацифистов декларирует высокие спортивные цели в начале похода, то в какой-то момент он может обнаружить, что все почему-то захотели там на море, грубо говоря, жрать арбуз. А он расстроится. Часто это происходит, если вот формально для нужной техники, для определенной категории похода уже выполнена. Тогда риск великий. Обратное явление. То есть, если пацифист попадает в группу спортсменов, это вообще нормально, это хорошо работает. Ну, проблем не возникает. При одном но. Если уровень физических нагрузок в походе ниже комфортного для конкретного этого человека, то есть, тогда вот все, ему хорошо все. То есть, вы, наверное, видели таких добродушных кабанов, которым в глубине души все равно куда идти. Вот. Они себя отлично чувствуют. Если же это требование не выполняется, то есть, слишком сложно, то этому человеку становится, ну, зрелище печальное. То есть, он не может для себя ответить, у него просто нет ответа на этот вопрос, что я здесь делаю. Вот. Ну, я же говорю, там бывает. Ну, так прям, чтобы 50 на 50, я не видел. А так всегда куда-то есть. А что просто важнее, я видел как спортсмен, потому что полегче, я не видел как удовольствие. Не то, что я видел. Ну, так именно вот то, что я говорил. То есть, нужно смотреть, что важнее, что приоритетнее. А как бы сложность бывает и там, и там. То есть, это же вопрос подготовки, скорее. Так, следующий вопрос, это уже жизнь в походе. Ну, то есть, с психологической точки зрения, что нам интересно тут. То есть, жизнь в походе, это жизнь в замкнутом коллективе. Ну, что тут можно сказать? Ну, во-первых, очевидно. То есть, есть такое явление, как походная усталость. Ну, то есть, ну, все про это знают, все, кто ходил в походы, да? То есть, это психологическое вот такое... Ну, с одной стороны, это можно сказать, что это беспричинное накапливающееся раздражение, ну, что-то такое, или оглубление восприятия. Ну, то есть, причины этого понятны. То есть, замкнутый коллектив, отсутствие привычных впечатлений, и, в общем, физические нагрузки, хотя и не всегда, вот, физические нагрузки могут стать заменителем этих впечатлений временами. Ну, тут все понятно, в общем. А, единственное, что можно сказать, что к этому явлению есть акклиматизация. То есть, вначале вы могли пойти на двухнедельный поход, и вам было комфортно только две недели. Потом вы можете уже отодвигать наступление этой усталости на три недели, потом на месяц. Ну, где-то так. Есть такое. Второе, это, ну, для того, что... Ну, в принципе, помогает, ну, то, что я говорил, там, впечатлений, помогают, если брать, там, электронные книжки, плееры, там, кто-то хочет. Такое тоже работает. Вот. Еще интересно то, что кратковременный выход в населенку, в походе, он ситуацию ухудшает. Почему? Ну, сами догадаетесь. Вот. Это, типа, что касается минусов, там, жизни в замкнутой группе. Но у жизни в замкнутой группе есть и плюсы, о которых никто не говорит. Я этот плюс называю, вот если так провокативно, это интересно, его называть, то это почему туристу лучше альпинистов. А если говорить точнее, это почему вероятность того, как... Нет, не так. Почему необходимость жизни в замкнутом коллективе повышает вероятность того, что взятый на угад турист будет хорошим человеком. Ну, ответ простой, да? Потому что... Простой отбор. То есть, когда вы идете в поход, вы там раскрываетесь со всех сторон, вас узнают за это время. Если вы неприятный человек, вас с вами не захотят ходить. Если вы там неприятный руководитель, то тоже с вами не захотят под вашим руководством ходить. Этот процесс, этот отбор повторяется каждый раз, когда вы приходите в новую группу, или когда там новая группа приходит к вам. Ну, все это повторяется, этот отбор повторяется, и его направленность одна и та же. То есть, это там добродушие, как уживчивость, вот такое. То есть, нужно быть очень уживчивым человеком, чтобы терпеть одни и те же рожи на протяжении месяца и получать это удовольствие. То есть, вот такой, это как бы не догма, то есть, не все туристы супер классные, это просто как бы фактор, это как бы эволюционное давление. То есть, оно как бы увеличивает вероятность, есть и противоположные. То есть, например, то, что мы там говорили про спортивные группы, там, где личные качества меньше влияют. Да, но у альпинистов такого нет, потому что у них нет необходимости жить в замкнутых коллективах. Ну, в принципе, у них есть, зато больше хайд-фактор личной ответственности. Ну, и тут вместо альпинистов я мог бы взять, например, водителей троллейбуса, но это совсем не так круто звучит. Вот. И что из этого можно вынести, что ходите в походы, и они делают вас лучше. Так. Есть еще такое мнение, я слышала, что на 14-16 в день похода высыпает именно край кризис, когда не можешь всяких лететь. У меня на критике. Если переживаешь вот эти там пару дней, потом опять нанесен. Есть несколько таких дней, таких химических монтажей. То есть каждые 7 дней. Ну, да, но мне кажется, что это индивидуально. То есть у меня нет такого прям 14. Так. Ну, кстати. А, и что касается вообще конфликтов. То есть по моему мнению, все походные конфликты, ну, как обычно, все походные конфликты – это вина руководителя и результат ошибок отбора. То есть то, что люди там друг с другом как-то не сходятся, то, что есть трение, руководитель может заметить, проще всего заметить даже руководителю, именно на тренировках. Потому что, особенно если он не участвует в самом процессе тренировки, наблюдает чуть-чуть со стороны. Он это очень легко может заметить. И другое дело, что чаще всего руководители закрывают на это глаза. То есть они думают, что как-то приживется, как-то притрутся люди. Вот. И этого часто не происходит, потому что люди не меняются, по крайней мере, не так быстро. А если конфликт происходит в походе, то это фейл, это провал. То есть его, ну, как я говорил, полностью убрать не удастся. Ну, что можно при этом сделать, это, ну, не вовлекаться в него эмоционально. А это будет сложно, потому что обе стороны заинтересованы в вашем вовлечении. И они будут обижаться на вас, если вы будете вот так вот по их мнению холодно на это все реагировать. Ну, то есть будут пользоваться эмоциональным шантажом. Ну, что можно сделать? Ну, там, абстрагироваться или там сжать зубы и выйти до конца. Я, ну, то есть тут... Удовольствие будет уже, конечно, не то. Вот. И последнее. То есть после похода есть такая вещь, которую делают или не делают. Как разбор похода. И, в принципе, я слышал мнение, что... Ну, как бы все было классно. Разбор похода. Все набили друг другу мордой. Больше не хотят не видеть друг друга, не ходить друг с другом. Ну, я считаю, что... Если такое происходит, то это значит, что в походе было много невысказанных претензий. То есть все накопили. И в таком случае действительно. То есть если делать разбор позже, ну, не делать его или делать не по горячим следам, то негатив, он быстро замыливается. Ну, то есть такое... Есть такое явление. И, в принципе, всем кажется, что было нормально. Ну, и, в принципе, если так сделать, то можно сходить с этой же самой группой еще раз. Но есть риск наступить на те же самые грабли. Ну, то есть все то, что мне нравилось в том, в походе будет и в этом. То есть, другими словами, вот разбор похода, это, как бы, шанс для каждого измениться, а давать его или нет, это уже вы решаете, как руководитель. В общем, как и во всех других вопросах, как вы поняли. Вот это все, что я могу вам рассказать. Все, вопросы? У меня вопрос по поводу мотивации коммерческих групп. То есть, если спортивную группу, можно сказать, если бы люди еще делать, то похода не будет. В коммерческой группе ты этого не скажешь. Люди заплатили деньги, они рассчитывают, что за них все сделать. Ну, то есть... Как можно смотивировать их участников? Никак. Но они... Ты не имеешь права вообще их мотивировать. То есть, они тебе платят. Ну, у вас есть договор. В нем написано, что ты должен сделать для них за эти деньги. Если там написано, что ты должен варить кашу три раза в день, то ты будешь варить кашу. Но эти, как бы, денежные отношения, они гораздо более прозрачные и простые. Ну, и в чем-то это кого-то привлекает. То есть, я знаю людей, которые вот именно ходят так, потому что просто не хотят заморачиваться ни с чем. То есть, он заплатил, и ты действительно все это получаешь. Но там нету этого фактора, нету схоженности. Хотя тоже есть вот коммерческие группы, которые даже и схожены. Какое-то же видео. Вот. А это именно вопрос с практической подоплекой. То есть, тебе надо именно, как бы, чтобы тебе заплатили, и ты еще смотивировал, чтобы они тебе что-то делали. Ну, так? Ну, конечно, оно описано в договоре. То есть, если написано, что вы просто гид, вы ведете по маршруту, то все варят кашу себе сами. Ну, там, или там, дешевле, ну, да. То есть, это все явно и медиа оговаривался. Что, все? Ну, тогда, спасибо. Спасибо. Спасибо.